В Кыргызстане за сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых случаев 15 медработников. Всего в Кыргызстане подтверждено 449 случаев. При этом в стране выписано еще 7 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, количество выздоровевших на сегодня составляет 78 человек. Подробности у Калии Душибаевой. На сегодня в Кыргызстане выявлено 19 новых случаев коронавируса. Из них в Бишкеке 5, в городе Ож-12 и Ожской области 2. Таким образом, на утро 15 апреля по Кыргызстану зарегистрировано 449 случаев заражения коронавирусом. Из них в Ожской области 130, в Жалабадской области 93, в Баткенской области 5, в Чуйской области 28, в Нарынской области 34, в Иссык-Кульской области 6, в городе Бишкек 82, в городе Ож-71. Среди зараженных коронавирусом 244 женщин и 205 мужчин. Из новых выявленных случаев 15 человек медицинские работники. Из них трое в Бишкеке, двое в Ожской области и еще 10 в городе Ож. Таким образом, по республике коронавирус подтвержден у 98 медработников, в их числе и охранник Министерства здравоохранения. У нас для того, чтобы предотвратить все эти случаи, предпринимаются все возможные меры. С самого начала мы идут большие попытки обеспечить всех медработников, которые привлекаются к работе с лицами, которые заразились COVID-19. Это в части обеспечения средствами индивидуальной защиты, респираторами, масками. На сегодня ситуация немножко улучшилась, потому что уже в некоторой части границы начали открываться. К нам в страну стали поступать большие партии гуманитарной помощи в виде средств индивидуальной защиты, в виде масок, респираторов, перчаток, бахил и других средств защиты. Причины заражения медработников могут быть разные, отметили в Минздраве. Для уточнения и подтверждения были созданы рабочие группы, которые расследуют каждый случай. Это очень высококонтагиозное заболевание. Возбудитель этой инфекции очень вирулентный, то есть очень заразный получается при очень близком контакте. Наши медицинские работники входят в очень близкий контакт с больными, с лицами, которые заразились, оказывают им медицинскую помощь, оказывают медицинское обслуживание. И в этих условиях происходит вот эта передача инфекции. Это не только у нас в стране. По данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано более 22 тысяч случаев заражения медицинских работников. Это очень, конечно, такие цифры, которые вызывают озабоченность. Но сегодня в стационаре находятся 366 человек, из которых 11 в тяжелом состоянии, 7 человек в реанимации. Состояние 355 пациентов оценивается как удовлетворительное. Выписано 78 человек, умерших 5. За сутки выписано 7 пациентов с выздоровлением, с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. В городе Ош выписано 2 выздоровевших, в городе Бишкек 5 выздоровели. При выписке результат анализов на коронавирус у всех отрицательные. Всего за время вот этого эпид-неблагополучия со стационаров уже выписано 78 пациентов. Отвечая на вопрос о психологическом состоянии инфицированных, замминистра сообщил, что люди держатся. Но добавил, что у заразившихся может возникать депрессивное состояние. В наших лечебных учреждениях есть люди, которые подготовлены в этой части, чтобы они смогли прямо оказывать эту психологическую помощь. Такие факты у нас есть, правда отдельные. Люди пока у нас держатся, потому что в большинстве случаев иногда это проходит бессимптомно. Но все-таки эта помощь предусмотрена. Иногда эта помощь нужна и нашим медицинским работникам. Мы эти вопросы обсуждаем и по возможности пытаемся быстро это решить. На сегодняшний день определены границы очагов вспышки коронавируса в Кыргызстане. Первая волна заражения определялась завозом инфекций на территории страны. Затем заразились контактные. Здесь я хочу оговориться, что за время, начиная с первых случаев до сегодняшнего дня, служба общественного здравоохранения в основном определила уже границы очагов эпидной благополучия. Уточнили первую волну завоза инфекций у нас произошел в страну. Затем вторая волна это контактные люди, близкие контакты. Затем на третьем этапе мы сегодня регистрируем больных. Уже передача идет среди местного населения. И вот в этих условиях медицинские работники активно работают над проведением противоэпидемических профилактических мероприятий. Для проведения исследований на выявление коронавируса поступило 28 222 анализов. Из них на сегодня проверены 27 033. За сутки в лабораториях Кыргызстана провели 981 ПЦР-тест для выявления коронавируса. Число контактных лиц достигло 7 455 человек. Из них более полутора тысяч имели близкий контакт с зараженными. 5 977 человек входят в число контактных второй категории. В обсервации находятся 902 гражданина. Субтитры создавал DimaTorzok